Музыка Глава региона поручила областным чиновникам проработать меры поддержки безработных и людей с неполной занятостью, а также лиц предпенсионного возраста. На предприятиях уделить внимание соблюдению мер по охране труда и противодействию коррупции, а также разработать региональный рейтинг корпоративной ответственности. Коллеги, мы с вами уже привыкли работать в таком закрепленном режиме, поэтому мы закрепим членов правительства, обратимся к Валерию Васильевичу, депутатов законодательного собрания за региональными отраслевыми профсоюзами для того, чтобы укрепить наше взаимодействие. Несомненно, эти и другие меры позволят нам с вами усилить нашу работу, чтобы рынок труда, ситуация на рынке труда была более справедливой. Сергей Морозов акцентировал внимание на повышение рождаемости и поддержки семей с детьми, о чем говорил президент в своем послании. До конца первого квартала должны быть внесены соответствующие изменения в региональный бюджет. Также глава региона поручила обобщить все меры поддержки граждан в одном документе – в социальном кодексе. Я думаю, что у нас все получится, поскольку сегодня действительно работа с семьей, она многогранна, она очень серьезная, очень правильная, и именно работа с семьей сможет действительно повысить качество жизни семьи на территории региона. Участники заседания обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Напомним, это вирус, способный вызывать респираторные и кишечные заболевания у людей и животных. Роспотребнадзор в ежедневном режиме ведет мониторинг за обстановкой на всей территории страны. В качестве профилактических мер турагентствам рекомендовано прекратить продажи экскурсий в Китай. Минздрав советует не посещать общественные места с большим скоплением народа, надевать маски в аэропортах и вокзалах, а также часто мыть руки. Прописать и направить. И в следующее родительское собрание, и для Ирины Вениаминовны, и для нас, для всех, мы включим тогда непосредственно вот эту информацию. Его нужно проводить не только в школах, но и в дошкольных учреждениях. Участники заседания также рассмотрели ход выполнения региональных программ по капремонту, реновации жилья и налоговых льгот для предприятий, имеющих статус региональных инвестпроектов. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.